Привет, друзья! С вами канал Marus Live с последними новостями из Чехии. В сегодняшнем выпуске будет несколько новостей, одна из которых это продление чрезвычайного положения в Чехии. Все-таки правительство решило продлить это чрезвычайное положение. И следующая дата окончания, конечно, предварительно, не знаю точно будет это конец или еще дальше будет что-то там продлевать. Все зависит, конечно, от того, как будет складываться ситуация в Чехии с этим коронавирусом и так далее. Так что, ребят, новая дата это 12 декабря 2020 года. Что здесь остается? Остаются все те же ограничения, что и были ранее. Единственное, что с 18 ноября начали ходить в школу 1-2 класс здесь уже в Чехии. Все остальные детки пойдут уже в школу 30-11. Опять же, если репродуктивное число R будет ниже 1, как оно сейчас есть там на уровне 0,8. Вот, в магазинах теперь на 15 квадратных метров должен находиться 1 человек. Тачки теперь все посчитаны, все пронумерованы. То есть, есть ограниченное количество, которое может зайти в магазины. Ну, на больших магазинах, скажу так, по своему опыту это не сильно отобразилось. Есть проблема в маленьких магазинчиках, либо там каких-то сигаретных киосках, где люди стоят просто на улице и ждут своей очереди. Такая же самая проблема есть и на почтах. Вторая новость. Это более уже хорошая новость. С января 2021 года увеличивается минимальная зарплата Чехии. Она теперь будет составлять 15200 чешских крон. Что это значит? В среднем это будет 90 крон в час. Минимальная зарплата за 168 отработанных часов. Поэтому это хорошая новость. Это минимальные реальные деньги, которые нужно требовать от своего будущего работодателя. Третья новость. Самая реально крутая, о которой я еще ранее говорил в предыдущих выпусках. Кто не видел, смотрите, вот эти вот новости. Крутые новости, о которых я озвучивал про отмену супергрубой зарплаты. Так вот, ребят, четверг, 19 ноября. Наконец-то свершилось это почти в 2 часа ночи. Правительство Чешской Республики отменило супергрубую мзду. Опять же, все это стартует с января 2021 года. Теперь будут новые налоги. 15% для обычных людей, чей доход не превышает 140 тысяч крон в месяц. И 23%, чей доход превышает 140 тысяч крон в месяц. Вот примеры зарплат определенных профессий, которые есть сейчас в 2020 году. И какие будут зарплаты с применением этого налога в 2021 году. Стоит отметить, что это нововведение будет рассчитано только на 2 года. Ну, а в дальнейшем уже будут смотреть потом, как оно работает. Хорошо это или плохо. Теперь же осталось только президенту подписать данный указ. И уже в январе мы будем уже получать новую зарплату, повышенную в зависимости от того, кто сколько зарабатывает. Так что, ребята, это очень крутая новость, которая в реальности реализуется. Ну, а так в целом все хорошо. Все живы-здоровы. Остаемся на позитивном настроении. Надеюсь, этот выпуск для вас был очень полезный и очень информативный. Поэтому за это все ставим свои лайки, поддерживаем и развиваем наш канал вместе. Увидимся в следующих выпусках. Всем удачи, до новых встреч. Пока-пока.